Духовный человек И вот мне хочется, чтобы мы прямо сразу сходу поделились с вами словом Я хочу сказать вам также, драгоценные зрители, что мы получаем ваши обращения Я хочу сказать, что очень много вот в этот эфир идет молитв и свидетельств о семье, о взаимоотношениях И мы будем молиться об этом И слава Богу, что вы понимаете, что нужно Божье водительство, Божье направление и Божье благословение Дело в том, что духи, о которых мы сейчас говорили, духи небожественного происхождения, будем так говорить Они на самом деле и воздействуют, и помогают в основном на уровне материальном На уровне наших плотских желаний, на уровне наших плотских, как их принято называть в синодальном переводе, похоти То есть желаний нашей плоти И в первую очередь, зачем обращаются люди к колдунам? Затем, чтобы решить вопрос со свадьбой, например Лишить вопрос с домом, с деньгами Может быть иногда даже со здоровьем, но это редко В основном какие-то материальные проблемы И человек, который живет в этом мире Человек, который варится в этой мирской каше Ему тяжело переключиться на духовный уровень И именно поэтому люди ищут этих вот эзотерических всяких Всяких эзотерических практик Но на самом деле все очень просто Павел в 8 главе послания к кримлянам говорит следующую вещь, с 5 стиха Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном То есть, когда человек говорит, что он ищет себе решение каких-то плотских задач Мы иногда думаем, что заблуждаются те, кто их хотят решить Например, приходят люди и говорят, помолитесь за мое финансовое состояние То есть, что получается? Если он просит молиться за финансы, это значит, что у него проблемы с плотским состоянием И помышлениями совсем нет Потому что мы знаем, что Иисус пришел в этот мир для того, чтобы разрушить дела дьявола Дела дьявола, они следующие Он приходит и зацепляет наш разум за самые больные места Первое больное место это финансы Потому что он нам настолько дал понять за это все время, что он существует здесь Что без денег мы ничего не можем Без того, чтобы купить или продать что-то мы ничего не можем Обратить внимание, что в откровении написано, что без какого-то там чипа или как там изображения Нельзя будет ни продавать, ни покупать То есть, сатана в первую очередь заходит финансов Второе, что он атакует, он атакует семью Он атакует отношения, он атакует детей Может быть даже атакует мир между супругами И третье, что он атакует, это он атакует дом Люди могут там размышлять, где же они завтра будут жить там и так далее И если мы знаем, что Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола А именно это дела дьявола, если в вашей жизни, в жизни верующего человека Вдруг появились проблемы с финансами, с отношениями и с домом Это как раз то самое время обратиться к Святому Духу Для того, чтобы Дух Святой, который размножился в каждом из нас После смерти и воскресения Иисуса Разрушил эти дела дьявола Это как раз нормальное помышление Но вот когда мы изначально Кстати сказать, это тоже не является, будем так говорить, грехом Потому что очень многие люди пришли к Богу Придя в церковь, предварительно искав какие-то решения Каких-то своих материальных проблем Но Господь коснулся, Святой Дух начал наполнять людей И люди начали решать свои проблемы с помощью Святого Духа И поэтому Павел говорит, что нужно посмотреть на помышление Причем помышление, как сама Библия говорит Не ума, а помышление сердца Потому что мозг наш может думать про все, что угодно Там в одну секунду может проскакивать несколько десятков мыслей Но наше сердце думает постоянно об одном и том же Где наше сердце, там и сокровища наши И дальше тут написано Помышление плотские суть смерти, а помышление духовные, жизнь и мир То есть, когда мы ищем решение наших проблем с целью разрушить дела дьявола Мы обретаем мир Когда мы ищем какие-то решения проблем Для того, чтобы просто решить 7-минутные какие-то важные дела Мы обретаем вот это вот отсутствие мира Обретаем отсутствие мира с Богом Поэтому нужно вот эту вот духовную практику применять очень просто Решайте проблемы для того, чтобы разрушить дела дьявола Чтобы обрести мир А не для того, чтобы просто сейчас из какой-то ситуации быстренько выбраться Ну вот такое пожелание, хорошее пожелание. Хорошее, слава Богу. И знаете что, хотела просто тоже напомнить о том, что дьявол вообще не меняется. Я немножко с тобой не согласна, единственное в очередности. Я считаю, что дьявол сначала атакует семью, потому что первая семья, она имела все, у нее были финансы, можно сказать, ну потому что они были обеспечены. Но дьявол через взаимоотношения и через отношения с Богом, он разрушил сначала эту связь, и потом уже начало рушиться все остальное. Тогда финансов не было просто. Но у них было все остальное, да. Я согласен с тобой, да. Потому что у них было все, но захотели поесть. Золото было. Золото было. Но я хотела сказать то, что все те же искушения Иисуса Христа, они все так же стоят перед каждым из нас. Искушаемся голодом. Голодом не только хлеба, но голодом по одежде, по машине, по жилью, действительно, по чему угодно. Голод. Второе, мы искушаемся испытанием, действительно, подлинно ли мы обладаем каким-то влиянием в глазах Божьих. И мы искушаемся тем, чтобы испытать. Это было поклонство, то есть дьявол будет, вот, у вас есть идол, работа, у вас есть идол, деньги, счеты, банки, у вас есть идол, там еще какой-нибудь. На самом деле, нужно отдать все. Написано, как вылетелось в голове, надейся на Господа, да, и помышление сердца твое оно осуществит. Так кажется, написано. Да-да-да, доверишься ему всем сердцем своему и осуществит. Вот нужно довериться всем, да, и тогда у нас все помышление сердца. Аллилуйя. Я хочу сказать, что в этом есть разница между тем, когда мы хотим осуществить решение всех этих вопросов сами при помощи магии или при Духе Божьем, который действительно дает нам жизнь. Жизнь, защиту, обеспечение и восстановление. Именно поэтому Божьи люди, имея сверхъестественную Божью защиту, действительно способны довольствоваться порой меньшим, но очень часто Бог дает и больше, потому что Он Бог изобилия, Бог достатка. Потому что дьявол, давая что-то маленькое или что является ценным для нас, вместе с этим подарком, так называемым в кавычках, забирает будущее, забирает надежду, забирает детей, забирает возможность осуществить мечты. И это страшно, вот как раз когда мы пытаемся решить что-то своими силами, когда мы не знаем Бога. Вы знаете, думая о духовности, я увидел, что к духовности также относится расстановка приоритетов. Что, скажем, на первом плане у нас стоит, что на втором, на третьем, на четвертом. Важно понимать, если вы помните тот момент, когда дьявол искушал Христа в пустыне, он ему предложил, да, первое, что он предложил, это сотворить из камней хлеб, потому что он хотел есть. То есть была жажда, он не пил, и ему надо было поесть. И тогда Христос сказал эти слова, да, из Писания, и просто конфронтировав, да, просто отбив первую атаку сатаны, он сказал, что не только хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божих. И вокруг этого крутится все вообще, ну, большая часть. Почему? Потому что мы люди, мы в плоти, и нам хочется поесть, и то, что уже говорилось, то, о чем мы рассуждали, существуют ценности, за которыми хотят, следуют и желают, и все крутится вокруг этих ценностей большего части мира. Да, как Христос сказал, чтобы вы не были подобны язычникам, да, что язычники всего этого хотят, то есть всех этих вещей. И мы, как люди, тоже этого хотим, как даже верующие люди. Но важно понимать, что существует приоритет. На первое место в нашей жизни должно стоять Слово Божие, мы должны поставить его. Если мы поставим Слово Божие приоритетом, то это первый шаг нашей духовности. Мы тогда не будем походить на весь этот мир, потому что весь этот мир понимает, что самое важное, самое, вокруг чего твоя жизнь должна крутиться, это вокруг материального. Какую выгоду ты получишь? Что ты примешь от этой ситуации или от какой-то другой? И важно понимать, что подобная ситуация была с верующими людьми здесь в Израиле во времена Иисуса Христа. В шестой главе Евангелия Таана он описывает, Евангелист Таан описывает ситуацию, которая произошла со Христом. Написано как раз на Песах, на Пасху, в районе Тивериады, в Твере. Он сотворил чудо, он взял и накормил людей. Пять тысяч мужчин и остальных тоже, и женщин, и детей. И написано, после этого отплыл в пределы Капернаума. Прошло совсем небольшое время, они увидели, что его нет, и учеников нет. Они сели на лодке и поплыли к нему туда, где он проповедовал. И написано, когда они его нашли, сказали, почему ты уехал, почему ты перешел в другие пределы. И он сказал такие слова, он сказал, вы ищите меня не потому, что видели чудеса и пережили что-то духовное, а потому, что ели и насытились. И он стал уходить от него. Да, и очень важно понимать, что от этого начинается его проповедь о том, что вы должны есть тело и кровь мою пить. И написано, что когда ученики услышали это, даже многие ученики отступили от него. Почему? Потому что это было непонятно. Ученики поняли уже только впоследствии то, о чем он говорил, потому что он говорил не только о том, что человек должен стяжать от Бога или получать от него. Это он все дает, он умножает хлеба, он кормит людей, но это не то, из-за чего мы должны только искать его. И духовность начинается тогда, когда мы поставим приоритетом его слово и будем вот духовно есть его тело и пить его кровь. Потому что в этом и есть вся суть его смерти и воскресения, когда мы будем рассуждать о нем, когда мы будем все делать, отталкиваясь мотивационно не от того, что нам сегодня нужно, а от того, что ему сегодня нужно. Когда мы поставим его главой, когда мы поставим его царем в нашей жизни. Вот от этого начинается духовность. Потому что мы можем жить как эти люди, тоже называя себя христианами, да, ведь постсоветское пространство сегодня называет себя верующими христианами. Но насколько они верующие, насколько они готовы жертвовать ради Христа, следовать за ним и поставить на первый план, на первое место его слово. Это уже такой вопрос. Это зависит от нашего решения. Мы должны с вами следовать за Христом и служить ему не потому, что он кормит нас, да, а потому что он повел нас дальше. И в этом и заключается духовность. Он дал нам самого себя. Мы должны рассуждать, размышлять и чтобы наша жизнь крутилась вокруг Евангелия, вокруг самого Христа. А не пытаться, чтобы он крутился вокруг нас, понимаете, как чтобы, потому что на сегодняшний день даже существуют программы тех же гадалок, которые тоже ставят иконки и тоже говорят, что они делают это во имя Иисуса Христа. Но мы должны различать. В последние дни написано, существуют лжеучителя, существует много лжелюдей. Мы должны доверять Христу и мы должны изучать Писание для того, чтобы понимать, что является духовностью, а что просто так называется. Екатеринбург.